К зиме не готов. Несмотря на уже наступившие холода, в Нижней Пёше только заканчивается капитальный ремонт в четырёх многоквартирных домах. Ремонтники гарантируют сдачу объектов до конца ноября. Александр Усачёв проследил за ходом работ. Все стратегически важные объекты, котельные и электростанции в Пёшском сельсовете к зиме подготовлены. В полном объёме завезено топливо, проведены необходимые регламентные работы и техобслуживание. А вот с капитальным ремонтом части жилых домов до наступления холодов не успели. На Калинина 21, на четырёхквартирный дом, нам деньги выделили летом, но торги мы проводили дважды, потому что первый раз вышел подрядчик, который потом при оформлении не имел полного пакета документов. Ему в подписании контракта было отказано. Поэтому мы потом пошли на второй раз на торги по этому объекту. Бригада ремонтников по улице Калинина 21 уже выполнила большой объём работ. Заменены кровля, стойки, окна, отремонтированы выгребные ямы, проводится утепление полов и фасада. Впереди монтаж отопительной системы и установка электропроводки. В двух многоквартирных домах по Калинина 16 и 16А в середине ноября закончился капитальный ремонт системы отопления. А из-за чего в осень мы ушли, потому что нам через фонд капитального ремонта, который сейчас будет финансировать капитальный ремонт с января 2015 года, они нам давали 7 миллионов, но эти деньги нужно было осваивать через управляющую компанию. Управляющая компания у нас Севержилкомсервис. Но, однако, мы вот так вот, к сожалению, понимания не получили. И поэтому деньги с фонда капитального ремонта летом не были освоены. То есть сейчас мы бы к сентябрю уже отремонтировались. И вот пришлось идти по второму пути, когда нам выделили деньги, вот эти 7 миллионов на капитальный ремонт этих трёх домов, окружная администрация. Временное потепление погоды сработало на руку ремонтникам. Поэтому они постарались максимально быстро установить и подключить новые радиаторы. Теплоэнергия в этих домах подаётся в полном объёме. В доме по Советской 31 осуществляется замена кровли и утепление фасада. Все ремонтные работы жилфонда должны быть закончены до 30 ноября. На повестке дня встаёт новый вопрос. Какая организация будет обслуживать жилфонд в Нижней Пёше? Ведь 1 ноября этого года истёк срок договора с управляющей компанией «Север Жилкомсервис». Александр Усачёв, телеканал «Север», Нижняя Пёша.